Музыка Сегодня мы отправимся в город, у которого нет реальности. Прага. Да, вот я слышал даже такую легенду, что Прага переводится как Праг, как порог. И если это порог или Праг, или Прага, то это, скорее всего, порог между миром видимым и миром невидимым. Поэтому так много тайн и так много странных вещей происходит со всеми, кто там оказывается. Всякий, кто там оказывается, он сразу чувствует вот этот вот мистический налет. Музыка Вы знаете, я не согласен с тем, когда Прагу сравнивают со вторым Парижем. Вообще Париж берется как некая точка отсчета, а все остальные города исходят от этой точки отсчета. С этим я совершенно не согласен, потому что Прага настолько самобытный город, настолько непохожий ни на что и ни на кого, и на Париж в том числе, что я бы ее не сравнивал ни с чем. И это ощущаешь только тогда, когда оказываешься внутри этого города, внутри этого текстового пространства, где разные эпохи создают, вяжут свой особый стиль, свой особый текст. Свой узор, да? Да. Все переплетается. Да, и ты понимаешь, насколько этот город таинственный, мистичный, герметичный, в том смысле, что он не закрыт герметически от всего мира, а в том смысле, что он соответствует герметической философии, то есть философии Гермеса Трисмегиста или трижды величайшего. А в чем ее смысл? Основоположник алхимии. Ну, вы помните, что одним из таких примечательных мест Праги является Собор Святого Вита. Собор Святого Вита строил тот же самый архитектор, что и Нотр-Дам. И, естественно, что он строился, как и все соборы, не один век. Та часть, древняя часть построена как раз тем человеком, о котором я говорю. Там есть еще другие, до сих пор его достраивают, и 20-й век есть. Это своеобразный такой многосложный пирог. Исторический получился. Но та самая древняя часть, она построена архитектором Нотр-Дам. А Нотр-Дам – это пылающая готика. А пылающая готика, и в частности Нотр-Дам, вдохновлены всей философией алхимии. Если надо будет, я расскажу, при чем здесь пылающая готика. Надо, надо, а как же без надо? И какое отношение имеет огонь, свет к алхимии, и что там делается с душой человека. И я только сейчас устанавливаю вот эту связь, что в Праге строится тот же самый собор. По сути дела. И та же самая традиция алхимической пылающей готики, как пишет об этом известный историк алхимии Фалконелли. Зачем огонь алхимикам? Что очищается огнем, и что человек и человеческая сущность приобретает, пройдя эти испытания? Дело в том, что алхимики мыслили себя не иначе, как подмастериями Господа. И они считали, что они должны ускорить процесс эволюции, процесс создания. Они не были удовлетворены тем, как долго происходит вот этот вот процесс создания нового в руках Господних. В этом их, если хотите, еретическая сущность. И они считали, что только пламя, только огонь, таинственная вот этот пламень, может усилить процесс создания. И в этом смысле они причисляли себя к тем, кто может творить как Господь или близко к этому. И мы знаем, что у огня очень много таинственного. Мы знаем, что алхимики в обывательском сознании – это такие странные люди, которые занимались не бог весть чем. А на самом деле алхимики, по сути дела, творили на грани открытия второго закона термодинамики, который переворачивает всю ньютонокартезианскую парадигму и становится основой того, что мы называем новым научным мышлением, как об этом пишет Илья Пригожин в своей работе «Порядок из хаоса». А что это значит? Дело все в том, что второй закон термодинамики, в отличие от ньютонокартезианской парадигмы, не укладывается во власть так называемой голой рациональности. Его предугадать невозможно. Там все строится по принципу хаоса и порядка рождающегося из хаоса и потом уходящего опять в хаос, потому что все строится по принципу такого хаотичного движения молекул и огня, который нельзя предугадать. Знаете, как про огонь говорят? Он хороший слуга, но плохой хозяин. Когда он в камине – это одно. Когда он начинает хозяйничать, то вы не знаете, куда он рванет, что он сделает, как он чего испепелит. И вот алхимики как раз были большими адептами огня. Некоторые печи у них годели годами для того, чтобы получить один раствор. В частности, поиски так называемого философского камня. И на этом строилась теология средневековья. Потому что известно, что Альберт Великий был алхимиком. Известно, что алхимическими трактатами увлекался Фома Аквинский. Кто только не увлекался. Один из королей чешских, Рудольф, вообще. Да, Рудольф II, мы сейчас об этом тоже будем говорить. Был алхимиком. Алхимиками были архитекторы. Дело в том, что когда мы говорим о пылающей готике, мы говорим, что готика совершила революцию в сравнении с романской архитектурой. Именно в том смысле, что она разрушила эти тяжелые стены. И вместо стен у нас появились так называемые витражи. А витражи – это свет. А свет есть бог. А бог есть свет. И как пишет Фолканелли в своем труде об алхимике и об архитектуре, человек, попадающий во власть этого божественного света, который падает на него через витражи, на самом деле проходит такое же изменение, как определенный материал в алхимическом тигле. И рождается совершенно иное качество. То есть он меняется. Совершенно верно. Он превращается. Да. И это вот как раз была алхимическая задача. Но опять-таки, если говорить о Праге и возвращаться к нашей теме, все знают, кто был в Праге, что там есть так называемая Злата Улочка, да? А это место поселения алхимиков, которых собрал Рудольф II специально в одном месте, чтобы они занимались вот своими алхимическими студиями. А в связи с этим можно сказать, что одну из этих вот хибар посещал Кавка, когда писал свои самые знаменитые произведения, потому что сестра Кавки снимала ему это место или эту хибару на Златой Улочке, и он там не спал, не ночевал. Он туда только приходил работать, получать вдохновение и уходить вновь. И сейчас это музей Кавки непосредственно там, в старом городе в Праге. Рудольф Брод спас творение Кавки от забвения, потому что Кавка ведь завещал сжечь свои работы. Как истинный алхимик, придать их огню. Брод нарушил волю своего друга и спас все дневники, все рукописи, всё. И этот же Рудольф Брод переводил пертитуры Яночика. А Яночек замечательный, великий композитор. До сих пор, говорят, вспоминают, он бродил по улочкам Праги и рисовал, запоминал звуки, потому что ему казалось, что всё окружающее нас, любой предмет, это звучащее, нечто странное звучащее, и нужно записать этот звук. Он записывал звуки города, звуки мира, звуки, как он говорил, вселенной. И его музыка, почему сейчас так востребована, она отражает удивительную стройность души. Он любил бродить по старой Праге, любил бродить, надо сказать, и по этой золотой улочке. Что-то там он слышал. Вы знаете, когда я был в Праге, у меня было полное ощущение, что я нахожусь в каких-то великолепных исторических театральных декорациях, что на самом деле, помимо того, что это город Тексет, это ещё город-театр. Во-первых, я отмечал одну особенность. Прага днём – это одна Прага, Прага ночи – это другая Прага. Те дома, которые днём представляются вам в своих ясных очертаниях и контурах, ночью приобретают какой-то таинственный, мистический, какой-то, знаете, масонский характер. Там неожиданно начинает пробиваться свет через тяжёлые занавески или ставни. И вот я помню, как мы с детьми шли вокруг одного и того же дома, мы ночью там ходили, мы несколько раз там ходили. Я всегда заглядывал в окно, и всегда был накрыт стол к ужину, всегда лежали одни и те же серебряные приборы, и никто никогда так и не появился. Вот такое ощущение, как будто это был ужин, накрытый для призраков. Яночек особенно, мне нравятся два его квартета, и там Прага именно такая, как вы его говорите. У него была теория, что каждый звук обладает правом на существование только если он экспрессивен, если он выражает огромную экспрессию души, ощущения. И Прага ему помогала в этом, это чувствуется в его музыке. Евгений Викторович, вот, например, в 1503 году вышла книжка, которая называется «Мистическая Прага». Сочинил эту книжку «Монах», и у него такие записи о Праге, что любой город, он формирует того, кто в нём живёт. И город, который строится, город, который полон смыслов и полон любви, он эту любовь, смыслы и ощущения даёт жителям. Что как ты построишь город, так этот город и будет жить в веках. Что ты отдашь городу, то этот город отдаст тебе. У него, например, есть такие вещи, что «каков вышгород, такова любовь пражан, каковы ворота, такова умеренность, каковы костёлы и монастыри, такова осторожность, искусство и мудрость». И он считал, что город – это символ духовных сил людей, которые попадают туда. И чем больше этих духовных сил, тем сильнее город и сильнее духовно люди, которые там оказываются. Почему Прага так привлекала музыкантов? Они ощущали звучание у этого города удивительно. Вот смотрите, когда было всеобщее увлечение Майклом Джексоном, и он считался непризнанным королём поп-музыки, он посетил Прагу и поставил на вершине, кстати сказать, на том месте, где когда-то стояла статуя Сталина, а потом её снесли, решил поставить свою статую. Знаете, такое соревнование Микки Мауса с неким гигантом из прошлого. Вот у Пражан, при всём том, что там полно молодых людей, которые увлекаются любыми направлениями в музыке, и Майкл Джексон пользовался необычайной популярностью, у Пражан это вызвало такую идиосинкразию, что эта статуя, я думаю, там не простояла и дня. Она просто была оттуда снесена, как только исчез этот король поп-музыки. Почему? А потому что на этом фоне и на этой глубинной, вот такой музыкальной и прочей основательности, ни одна поп-звезда там не оставит по себе никакого памятника, да ещё такого, который будет доминировать на всем. И знаете, в чём была ирония? Он пытался поставить и утвердить свою власть, такую музыкальную над душами, да, ещё на том месте, где торчал Сталин. Это уж совсем было как-то, в истории бывают странные сближения. Но я хотел сказать даже немножко про другое. Действительно, Прага не шатается на быстрые увлечения. Это очень традиционный город. Это, знаете, такой город исторических нор. Город потрясающий, обострённый исторической памяти. И правильно совершенно говорят те, кто ощущает особую атмосферу в Праге. Там есть дворец ни много ни мало героя Шиллера Валенштейна. А Валенштейн и 30-летняя война в Германии – это вообще, говоря, такая репетиция Первой мировой войны. Мы не будем забывать, какую роль играет Чешская республика в начале Второй мировой войны, в предвестии Второй мировой. Мы видим, что это место всегда находилось на пересечении, узловом пересечении многих исторических событий. Вспомним само пересечение этнических групп. Волтава – это самая потрясающая река, на берегах которой селились готы, на берегах которой были германские племена, славянские племена. Кто там только не был. И пересечение того, другого, третьего, Праги и всей Чехии создает такой особый компонент. Тацит пишет, что Венеды, а Венеды – это мы, славяне, наш природный ареал – не Днепр, не какие-то другие близкие нам понятные реки, как Киевская Русь, а именно Карпаты, именно территория Чехии. И вот во время великого переселения народов германские вестготы погнали этих Венедов туда, в сторону будущей Киевской Руси, в устье реки Днепр. И там они встретились с сарматами, и так создалась Великая Киевская Русь. Но поначалу мы, предки, жили там, в районе Карпат. То есть отсюда, мне кажется, такое понятие, как русская Прага, славянская Прага. Тут и Цветаева, и кто угодно. Цветаева, которая влюбилась в рыцаря с мечом на мосту. А вот был скромный органист в церкви Цитова Адальберта, возбавил Антонин Дворжик, и он любил бродить по Праге. И считал, что Прага дарит ему удивительные ощущения и сны. В его творчестве сны вообще очень много значит, и легенды, и сказки. Например, он очень любил бродить по местечку, которое до сих пор существует. Называется Двор Снов. Это старый колодец. Во времена Дворжика он, может быть, был ещё действующий, там была вода, сейчас он высох. Но если вы попытаетесь наклониться, посмотреть в глубину колодца, то, во-первых, многое может вспомниться вам, а, может быть, даже и вы получите ответы на многие вопросы. Вот Дворжик, например, говорил, когда ему грезились русалки или какие-то чудесные легендарные существа, которые он воплотил в своей музыке. Во-первых, он говорит, я время от времени подходил к колодцу и спрашивал, получал ответы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А ещё там удивительный сад Францисканского монастыря. И Дворжик тоже вспоминает об этом, что там, в этом Францисканском монастыре, если вы вечером задержитесь, вы увидите пробегающую прелестную девушку, и когда она бежит, то вы слышите какой-то невероятный звук, то ли колокольчиков, то ли звук флейты. Ну, в общем, послушайте Дворжика, мы многое услышим. Да. А ещё не будем забывать, что Прага – это родина такого мифического персонажа, как Голем. Именно в еврейском пражском гетто, которое, кстати сказать, для всей иудейской культуры, цивилизации иудейской, я так бы сказал, является местом не менее святым, чем Иерусалим. Я сам видел, как просто паломничество людей религиозных из Израиля едет, везёт молодых людей, учит именно в пражское гетто. Дело в том, что по истории пражское гетто было одной из самых процветающих, потому что между королями и между богемией и между иудеями существовал очень мощный союз, очень важный союз. Не случайно иудеев этой эпохи будут называть народом короля, людьми короля. И в отличие от того, что во всей Европе полыхали вот эти вот ужасные погромы, особенно в эпоху крестовых походов, потому что крестоносцы считали, чего тащиться в Иерусалим, когда тут же можно очистить кровь Христа, разрушив очередное гетто. Вот пражское гетто чаще всего избегало вот этих ужасов, и иудеям там жилось, как и при Маврах в Испании, иудеям там жилось долгое время очень комфортно. И создавалось помимо, смотрите, славянского компонента, кельтского компонента, германского компонента, создавался ещё вот этот вот иудейский компонент, который придавал всему тому, что мы называем пространство Праги, особый акцент, очень мощный, очень интересный, философский, даже не столько библейский, сколько еретическо-библейский, сколько каббалистический, потому что это была ещё столица Кабалы, не родина Кабалы. Кабала родилась в Лионе, в Испании, Маше де Леон, его знаменитый первый труд 12 века с Яни, Зогар. А здесь уже продолжат, потому что сюда бежали многие иудеи из Испании, сюда они притащили свои каббалистические изучения. И здесь рождается потрясающий миф о големе. Ну да, голем – это ведь такое существо удивительное. В 17 веке он появился, и говорят, что один раввин, его звали Лёву, да, Лёва, он сделал искусственного человека из глины, чтобы тот помогал ему звонить в колокола в синагоге, и выполнял всякую чёрную работу. Каждый день он вставлял ему в рот священную записочку, которая давала ему жизнь. И однажды голем… И буква ещё на лбу должна быть, потому что эта буква взята как раз из общего учения о Кабале. Ну, видите, вдохнуть-то он вдохнул, но однажды голем взбунтовался, не стал выполнять задания Лёвы. И он тогда рассыпался в прах, по одной версии. А с другой стороны, он убежал, и до сих пор иногда, когда бывает нужно, когда, видите, как говорят им, что когда на улице начинаются события необыкновенные, они делают его живым. И до сих пор, говорят, на улочках еврейского квартала мы можем встретить голема, человека, в которого вдохнули жизнь, но не вдохнули душу. Голем – это одна из тех величайших тайн, и всё, что связано с мифом о големе, как миф о Святом Граале, как миф о Туринской плащанице. Это очень интересный артефакт, который на себя нанизывает огромное количество всяких смыслов. Потому что здесь, на самом деле, мы видим уже в перспективе и некоторые тупики, куда может прийти, например, наука к традиции клонирования. Мы видим здесь, опять-таки, это всеобщее противоречие плода с древопознания добра и зла, когда человек берет на себя функцию создателя и пытается в этой функции спорить ни много ни мало с самим Богом Саваофом. И мы здесь видим особенность и иудейской культуры, которая в этом смысле весьма противоречива, и в этом смысле она, с одной стороны, поражает нас своей прозорливостью, мудростью, умом и прочее, прочее. А с другой стороны, ну, если хотите, опасно экспериментально, которая может этот эксперимент довести и до Голема. И в связи с этим я вспоминаю и культовый роман Майринга, который, кстати сказать, был современником Кавки. И многое в творчестве Кавки можно определить тоже этой функцией с Големом. И я вспоминаю, ну, например, такое явление, как немецкий экспрессионизм в кино, когда... И в музыке Яночек, чешский экспрессионист. И в кино это знаменитый фильм «Голем», который тоже вдохновлен вот этим вот самым пражским гетто. Но помимо Голема, хотя о Големе мы можем говорить целую передачу. Вот интересно, что, Винч, вот Яночек, музыкант начала века, и легенды о Големе его очень тревожили. Например, он о Големе же разговаривает со своими друзьями, которые у него были. Легенда о том, что человек созданный, это существо созданное, но лишённое души. Он такой же, как все. И мы видим вокруг себя много таких же людей, но кто из них Голем, как мы узнаем. Это такой страшный, загадочный, удивительный мир. На что нам намекает Голем? И Яночеку понравилась одна легенда. Он её всё время вспоминает, что есть одна улочка в Праге и старый дом, где нет входа и нет выхода за решётчатое окно. Но войти в эту комнату нельзя, значит, нельзя из неё выйти, но она существует. И эта странная комната с решётками на окнах – символ чего это? Символ замкнутости или символ, наоборот, свободы? Символ отстранённости или, наоборот, символ какой-то глубочайшей сосредоточенности? В осенние вечера по этой улочке возле этого дома проходит странная фигура в чёрном плаще, и она исчезает, потому что улочка тупиковая. Какой смысл? Почему? В чём причина? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей». Ещё одна вещь, которую я хочу здесь подчеркнуть. И голем, и всё многое другое, о чём мы ещё будем говорить в связи с Прагой, выходит ведь из общей концепции Кабалы. А Кабала, ещё раз говорю, по наследству переезжает из Испании после того, как в 1492 году под влиянием иудея Тарквимады, который принимает католицизм и становится главой инквизиции. Смотрите, какой странный разворот, и предаёт своих собственных братьев, да? Бегут многие кабалисты и оседают как раз многие из них вот здесь, вот в безопасном гетто в Праге. И Прага становится в этом смысле центром изучения Талмуда, центром изучения Кабалы и многих-многих других тайных вещей. Кстати сказать, поговаривают, что именно изучение Кабалы, я скажу в конкретно каком аспекте, подталкивает к тому, что мы называем создание математического анализа Лейбница и Исаака Ньютона. Высшие математики, учения о пределе, о дифференциале, об интеграле, дифференциально-интегральное уравнение, которые сразу дают мощнейший исследовательский импульс простой арифметики, когда расчётом можно уже делать такие тонкие вещи, такие уникальные вещи, которые потом прекрасно проявятся в инженерной мысли и прочее, прочее. Так вот, этот прогресс в математическом исследовании во многом вдохновлён был кабалистами. Они брали пятикнижие Моисеева, то есть Тора, и исходили из того, что каждая буква представляет из себя не только букву, но и число. И мы здесь в данном случае имели дело с тем, что называется цифровым кодом. А мы знаем, что вся наша современная цивилизация, которая представляет из себя цифровую цивилизацию, основанную на передаче информации с помощью цифры, представляет из себя двоичный код Лейбница, 1, 0, 1, 1 и так далее. Так вот, этот двоичный код и это отношение к миру как к цифровому коду исходит из кабалы, который начинает процветать именно в Праге. И отсюда понятие голема, потому что кабалисты считали, что если ты точно разгадываешь цифровой замысел Бога, ты определяешь его имя, потому что невозможно имя Господа узнать, потому что оно представляет из себя бесчисленный набор звуков в древнееврейском языке, только согласные. А гласные ты выдумываешь как хочешь. И отсюда, так сказать, сейф, который открывается бесчисленным множеством комбинаций. Но если ты хороший кабалист и хороший математик, видите, вот отсюда математика, да, то ты можешь не просто угадать, а вычислить из всех всевозможных комбинаций имя Бога, и таким образом ты начинаешь управлять миром. А это, извините меня, вся современная концепция номинов управления миром с помощью имени, лингвистика, которая становится суперфилософией, суперметодикой. И вот это еще придумали кабалисты. И они говорили о том, что ты можешь переделать мир, ты равноположен Богом, потому что ты обладаешь именем Бога, ты обладаешь сущностью Его, ты можешь вызвать второго мессию, ты можешь создать голема, ты можешь уподобиться Богу, ты можешь переделывать этот мир как хочешь. По своему замыслу, по своему воображению, как ты того желаешь. А это, извините меня, тупик, куда придет вся цивилизация 20 века. Потому что вот этим прельщением заболеют все ученые. Ученые решат, что с помощью простой рациональности они могут схватить Бога за бороду. Но у них есть вот эта вот мощная традиция пражского каббализма, которая создала для себя такой, если хотите, мистический пиар а-ля голем. Лабиринты Тайная история музыки Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки. Лабиринты Тайная история музыки Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Музыка Это послание И не все в ней доступно, не посвященному. Пройди сквозь лабиринты Лабиринты Тайная история музыки С Ириной Кленской И Евгением Жариновым В эфире Радио Орфи Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Не случайно великий режиссер Милош Форман снимает свой оскароносный фильм «Амадеус». И все говорят, что именно это чешское, пражское происхождение Милоша Формана позволило ему так ощутить саундтрек этой картины, что эта картина получает специального «Оскара» только за запись, только за саундтрек. Помимо этого, именно эта чешская или пражская его природа позволяет, как ни странно, раскрыть саму природу, суть австрийского гения. Вот это тоже, так сказать, то самое совпадение, только уже на уровне музыкальной картины 1984 года. Евгений, а вы помните, какой эпиграф у Моцарта к Дунжану? Эпиграф такой – «Мои пражане меня понимают». Он ведь очень дружил с семьей Душковых, она певица, а он замечательный музыкант. Их имение, в котором останавливался Моцарт, сейчас превращено в музей Моцарта. Бертрамка она называется. И говорят, что Моцарт писал арию специально для хозяйки этого дома. Ему было там тепло, уютно, и особенно он любил пражские осенние дни, когда, как он вспоминает, можно было бродить и слушать, как шушат листья под ногами. И тогда какие-то странные, удивительные сомнения овладевают душой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То, что вот сказано «Мои пражане меня понимают», психологи утверждают, что каждый гений, каждый художник создает свое произведение, обращаясь к так называемой референтной группе. То есть к той самой группе, которая лучше всего тебя поймет. Тот слушатель, тот читатель, тот зритель, который увидит все, что ты хочешь ему послать в качестве месседжа своего великого произведения. Вот точно так же строится Евгений Онегин, потому что Пушкин, устраивая в своих лирических отступлений легкую болтовню, имеет в виду лучших своих собеседников, когда он говорит о том, что пора меж волком и собаке. «Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порой что между нами названа пора меж волком и собаке». Я думаю, что если опять возвращаться к Моцарту и к его посланию «Мои прожане меня понимают», это приблизительно то же самое, только сказанное другими словами. Этот месседж, Дон Жоан, написанный для Праги, написанный в Праге, послание лучшим своим слушателям, которые живут в Праге, которые поймут его, может быть, даже глубже, чем весь остальной мир и чем та же самая Вена, Зальцбург. Какой смысл? Почему? В чем причина? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей». Карл IV, который в XIV веке решил перестроить этот город, он поручил проект города астрологам. Они долго размышляли, и они придумали такую вещь, что семь церквей, которые существовали в городе, из них были сделаны четыре треугольника, которые соответствовали четырем стихиям – огонь, вода, воздух и земля. И получилось 14 секторов города, 14 районов. И каждому району города соответствует свой знак и покровительствует свой знак. Например, Карлов мост – это Меркурий. И точное время его постройки высчитал придворный астролог, который говорил, что город тогда будет жить полноценной жизнью и много будет одаривать тех, кто живет в нем, когда он будет согласен с ходом небесных светил. «Древний Выжгород – знак Скорпиона, управляет Марс». Говорят, что до сих пор на Выжгороде спит войско княжни Лейбуш. Интересно, что Сметана очень любил эту легенду, и в его мелодиях, и в его дневниках много об этом написано. Он любил эту легенду, потому что это красавица Лейбуш, она и ее войско спит под Выжгородом, и ждет часа, ждет момента, когда она может помочь своим жителям. Она и ее войско встанет и победит. И надо сказать, что в 89-м году, когда была революция в Праге, и об этом Милан Кундера очень хорошо пишет, что именно тогда огромное количество людей пришло со свечами просить прекрасную царицу помочь, и переворот произошел без крови. В отличие от 68-го года, как мы помним, где это не удалось. Еще мне хочется сказать, что корона святого Вацлава хранится в музеях, она хранится до сих пор. И говорят, что любой человек, который посмеет со смехом или с иронией, или с какой-то яростью, или с тщеславием надеть, или даже примерить эту корону, будет уничтожен. Эсэсовский офицер решил поглумиться над короной, надел ее, и через два дня он был застрелен. К вопросу об эсэсовском офицере. Мы знаем, что один из величайших садистов Третьего Рейха, некто Гейндрих, был как раз казнен и приговорен к смерти британский интеллигент сервис, именно в Праге совершили эту казнь. То есть там он получил по заслугам. А ужас, что это был за человек. Если вот кому-то интересно, пусть возьмет знаменитую книгу Жака Деларю «История гестапо» и увидит, что из себя представлял Гейндрих. Это был, кстати сказать, неплохой музыкант, который очень любил Бетховена, но при этом садист. И когда он в соседней комнате загонял, например, под ногти эти самые иголки и прочие, добивался нужного у того, кого он пытал, то отдыхать он уходил в другую комнату, обитую соответствующим образом в изоляции. И на прекрасном рояле музицировал любимых немецких композиторов. То есть такое сочетание несочетаемого. Так вот этот вот Гейндрих, личность патологическая, был убит именно в Праге. И, кстати сказать, те люди, которые совершили эту казнь, это были агенты Интеллижент Сервис. Если не ошибаюсь, они все были чешского происхождения. Потом что сделали немцы? Они стали уничтожать заложников в большом количестве. И, в общем-то, Интеллижент Сервис после этого отказалась от таких операций, потому что поняли, что кровь невинных людей гораздо дороже, чем смерть одного такого подонка. Но это случилось в Праге. И хотя этот факт очень сомнительный, но многие вздохнули свободно, потому что этим самым оголтелым правителям показали, что в таком свободном городе, как Прага, их может настигнуть смерть. Но не даром музыканты так любят этот город, потому что говорят, что город может наградить, но город может и наказать. Интересно, что Сметана. Мало сейчас он исполняется у нас, но мне кажется, жаль, потому что там очень красивые, нежнейшие и таинственные мелодии. Он вообще человек грустной судьбы, он рано заболел, заболел он сифилисом, и потом он уехал к дочери, у дочери муж был лесник, как он говорил, он жил, хотел писать музыку, не приходила музыка, вспоминал Прагу, и у него развелась страшнейшая прогрессирующая меланхолия. Так вот, Сметана, которому в своё время очень помог Ференс Лист, чтобы он его поддержал материально и дал ему возможность работать, писать, сочинять, Сметана очень интересовался привидениями, и ему нравились рассказы о пражских привидениях. Есть до сих пор места, где они бродят. Например, какое привидение? Мясник, недалеко от пороховой башни, который бежит изо всех сил за своей возлюбленной, которую он хочет наказать. Есть, например, монах, который бежит, наоборот, от девушки, которая гонится за ним, потому что он боится, что он не совладает с собой и нарушит обеты, и нарушит обет целомудрия. В руке у него сжат крест, он боится, что он может применить его не так, как надо. Но согласитесь, что в этом много всего. И вот в этих народных мелодиях и у Дворжига, и у Сметаны все эти привидения, люди, волшебные существа, улицы, которые дают ответы, стеклянный лабиринт. Если ты вдруг побежишь по одной из углочек, где много окон, ты можешь увидеть случайно свою душу. Нужно ли тебе это? Музыка. 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 Это послание. И каждый читает его по-своему. Лабиринты. Тайная история музыки на радио. Орфей. Еще один чешский композитор Юзеф Мысливич, который прожил всю жизнь в Италии, и он поступил в университет, на философский факультет, и, проучившись там, он испугался вопросов, которые перед ним встали, на которые он не может ответить. Он испугался некой прелестью, которая его начала увлекать. Он ушел и стал учеником Мельника, стал учаться ремеслу Мельнику. Но поскольку он был гений, музыка владела им, конечно, он стал писать музыку. Заметьте, еще два таких момента, связанных непосредственно с Прагой и с богеями в том числе. Смотрите, первый момент. Именно здесь еще задолго до Мартина Лютера возникает то, что мы называем реформацией, возникает то, что мы называем протестантской революцией, это гусицкие войны, и Ян Гус, который сожжен, будет на костре, как эритик, а все идеи Яна Гуса, это те идеи, которые потом Мартин Лютер прибьет, 98, что ли, возражений у него против папской интульгенции на вратах собора. Это Ян Гус, образованнейший человек своего времени. Да, это Ян Гус. А что такое протестантская революция, которая тоже началась в богине, в частности, в Праге? А это переворот полный религиозного сознания, а это изменение представления отношения человека к Богу, а это изменение всей концепции человека, когда он переходит из состояния, скажем так, Средневековья в состояние нового времени, и как пишут, например, многие исследователи, что именно протестантская революция напрямую связана с тем, что называемым духом капитализма и капиталистической Европы и всего капиталистического мира. Кстати сказать, слово доллар происходит от богемского единицы денежной, чтобы было понятно. И протестантская этика и дух капитализма это Вебер. Помимо этого, многие считают, что именно протестантская этика, которая во многом начинает Ян Гус, Уинклифф, конечно, но Ян Гус это вторая величина среди этих трех гигантов, да, или четырех. Но мне он очень симпатичен. Это еще и научная революция. Это все Ян Гус, это все богемия и Прага. И еще одна маленькая вещь. При Рудольфе II тот самый персонаж, который участвует в Бале Сатаны в Мастере Маргарите, как один из величайших грешников, портрет которого мы видим в Лувре в виде початков кукурузы и так далее, что само по себе уже... А в чем боль, да. Да, что само по себе уже очень мистично и требует разного разговора по этому поводу. Так вот этот вот Рудольф II привозит специально в Прагу знаменитый апокрифический текст, который называется «Библия от дьявола». И эта «Библия от дьявола» долгое время хранится именно в Праге. И сам Рудольф II считает это одним из самых драгоценных приобретений его невероятнейшей библиотеки. Это типичный чернокнижник. Ну это страшная какая история. А вот к чему я говорю. Вспомните, Прага называется Праг, порог. Вот это и есть порог. Вот это и есть та черта и та граница, которая отделяет одну историю от другой истории. Один тип мышления от другого типа мышления. И, видишь, а эта Библия до сих пор хранится там? Нет, она была перевезена, я не помню, то ли в Данию, то ли еще куда-то, но там ее уже в Праге нет. Кажется, в вихре этих всех войн протестантских и католических. А домик Фауста ведь тоже находится в Праге? Да, домик Фауста находится в Праге. То есть вот эта вот легенда о Фаусте, почему ее туда переводят? Потому что все эти вопросы, все эти эксперименты, все эти каббалистические алхимические поиски, все это напряжение пытливого человеческого духа и человеческого разума. Вот именно в этой Праге все эти попытки сделать эксперименты, поставить эти эксперименты и над собой, и над Богом, и над миром окружающим. Все это, иными словами, Прага является собой какой-то великолепный, пышный декаданс. Вот-вот развалится, но не разваливается никогда. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А Прага стала той отправной точкой, когда мы ставим вот этот акцент Закончилась Вторая мировая война, закончился этот великий кризис Который вообще говоря, мы до сих пор последствия его изживаем И я думаю, вряд ли когда-нибудь изживем И все ведь заканчивается Прагой И еще одна маленькая деталь Прага могла быть разрушена Вот этот город, вот в этом горниле всеобщих конфликтов и прочее Она могла быть разрушена Она могла быть уничтожена И я вспоминаю, например, замечательную книгу Солженицына Его «Архипелаг ГУЛАГ» Где он пишет этот панигирик власовцам Где на самом деле эти, вроде бы, маргиналы Брошенные тем и другим И не знающие, какое место они занимают В этой бойне народов Именно вот какая-то часть этой власовской армии Если верить, защищала Прагу Монах 16 века, который написал книгу «Мистическая Прага» Он в своей книге пишет о том, что Прага – город, который никогда не исчезнет Потому что есть крепостная стена И крепостная стена, окружающая город, пока стоит и держит его Город будет стоять Потому что крепостная стена в любом городе – это защита Это тот круг волшебный, который маг описывает И если ты за этот круг выйдешь, ты побеждён Если ты не выйдешь, ты сохраняешь силы Но вот почему композиторы слышали разные мелодии И почему такие разные композиторы соединялись здесь и были счастливы Надо сказать, что и молодой Бетховен приехал сюда На один из первых своих публичных концертов И написал вот письмо его из Праги Мои дела хороши, очень даже хороши Мои искусства порождают уважение окружающих и привлекают друзей Также и деньги получая неплохие, на этот раз достаточные Всем пражским музыкантам хочется, наверное, до сих пор Вот что-то такое есть в этой музыке Нежное, певучее, странное, но очень страстное и очень таинственное Может быть, поэтому такой музыкальный ещё центр, согласитесь Бесспорно, если учитывать, что музыка, как утверждают и Шопенгауэр И вообще вся немецкая классическая философия Музыка – это философия в звуке Когда все философские обобщения достигаются не с помощью логоса Не с помощью слова, а с помощью простого сочетания звуков И здесь, если говорить о Праге, я хочу сказать, что это город звучащий Вот эти вот знаменитые пражские трамваи, которые звучат Действительно, там много голосов многих умерших людей Там есть и гении, и злодеи Там всем находится место Там есть, например, дом Чёрной Девы Марии Почему Чёрный? Какие связаны с этим традиции? Там есть трактир под названием «Чертовка», понимаете? Есть и святые места И вот если вот так поговорить, там как будто сочетание и света, и тьмы И, как говорится, добра, и зла И всё это находится вот на этом балансе и границе под названием Праг А всего-то 7 нот Да А смотрите, какие вариации Субтитры создавал DimaTorzok 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 Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовом коммуникации